итак сложный мотив ну относительно но сложный мотив с аборисом дерева с силуэтом с контурами и с достаточно большим количеством слоев так как это все-таки портретность дерева мы должны соблюсти его объемность тоже показать то рисунок я начну с туши то есть я всегда стараюсь такие рисунки делать с туши возьму сейчас тонкую кисточку возьму сейчас тонкую кисть и начну делать тушевый рисунок как бы в первую очередь но перед тем как делать тушевый рисунок я проставлю себе линию горизонта привяжу ее к линии золотого сечения то есть начинаю рисовать я всегда с отсечек с точечек с небольших границ то есть я стараюсь определить для себя линия окончания всех предметов то есть не рисовать с отдельно с какого-то предмета а постараться сначала определить где у меня была их границы то есть маленькие черточки наполнение холста идет где пойдет дорожка где пойдет край сосны то есть я просто ставлю тоненькие черточки или точечки тушевое рисование не предполагает исправлений поэтому здесь мне надо четко определить где у меня будут все границы все силуэты расставив себе точно контур вернее границы контура я как раз и начну заниматься именно рисованием внешнего контур ошибка номер один который происходит у часто у начинающих писать деревья в том числе и портрет написать деревья это рисование со ствола на то есть рисование с того что уже вставится у нас внутрь вашего дерева да то есть и его пластика уже произойдет когда будет виден внешний силуэт а на данном этапе мне важен внешний контур дерева которое у меня будет именно более портретное изображено поэтому я и слежу за внешними образцами внешними силуэтами и когда допустим я хожу на натуру рисовать с альбомчиком я всегда буду рисовать внешние контуры то есть внешнее наполнение дерева с основными массами листвы не вдаваясь какие-то штриховые подробности это все можно изучать себя уже в материале масляном или грязальным если вам очень хочется именно лишить работы цвета ну возьмите позанимайтесь грязалью то есть вот сам контур я определил и продолжаю рисовать то есть рисовать контуры и дальних деревьев прорывать где-то чуть чуть вниз опускать почему я рисую туши ну во первых я видел эти рисунки туши у очень многих старых мастеров и не мог понять что чем они рисовали потому что на темперу это не похоже на акрил тем более вот она не было то есть не масло явно по собственно по механике прокладки маска вернее маска скорее рисунка это явно было не масло и я все время задавался вопросом чем же вы все-таки рисовали свои рисунки а потом в переписке шишкина к одному из его учеников я нашел фразу что рисунок туши контурный подробно сделать ну и попробовав это делать я абсолютно четко осознал себе что мне крайне нравится вот этот поведение этого материала почему потому что сейчас пока я рисую те кусочки что я уже нарисовал засыхают практически намертво то есть их невозможно отскребать потом ничем я пробовал их отскребать всеми жидкостями включая даже какие-то химии бытовые тушь не взять ничем причем это обычная водная тушь но она так четко и жестко входит в к структуру холста то есть она в него впитывается что ну потом нельзя тебя ничем сейчас есть акриловая тушь кто боится что обычная тушь пройдет под слоями берите акриловую просто стопроцентно это будет как часть грунта она будет с ним соединяться то есть вот я сейчас намечаю контуры вот там сколько 5-7 минут мне требуется обычно на контур также на натуре то есть это еще раз повторяюсь то что надо тренировать всегда выходя на натуру с альбомчиком именно точно хватать портретное решение дерево до портретный его контурный силуэт потому что мы видим дерево даже в темноте в сумерках не видя света и тени но мы видим его силуэт его массу то есть мы видим его общий обрез то есть вот распределив себе какие-то массы где пойдет падающая тень где-то небольшие частички травы какие-то здесь можем могут потом быть растения я начну делать подкладку закрою уже тушевый рисунок закончу и закрою тушь и начну делать подкладку вот небо всегда это видно если посмотреть в работах стариков до под небо они делали всегда теплую подкладочку это компенсирующая много раз это и в прямых эфирах говорил и своих youtube видео они это делали как компенсирующий момент для холодных для синих вот поэтому делая теплую подкладку сделаю сразу же теплую подкладку я сразу обезопасиваю себя от пересинение этого неба и так как холст у меня достаточно хорошо берет в себя масло я протираю его сразу же протираю сразу же тряпочки видите что происходит тушь не смывается она не смывается у нас не разбавителем ничем то есть тушевый рисунок остается нетронутый это очень удобно и допустим тот же самый верещагин он оставлял эти тушевые рисунки настолько нетронутым что у него зачастую они как часть процесса холсте и и присутствует то есть его рисунки вот эти видны как даже рисующие контуры такие то есть добавляя некий такой приятной эстетики сразу же убираю излишки то есть тряпочки могу лишить определенного тона камера у меня немножечко светлит камера телефона поэтому собственно сама картина уже будет к одному из следующих постов приложена в инстаграм и сразу же внутри дерева я делаю поверхность этой подкладочки чуть-чуть темней потому что любые проемы в дереве в том числе проема небо будут смотреться темнее то есть я делаю эту подкладку сразу же под весь силуэт дерево тем не еще раз повторяюсь это очень удобно очень удобно смотреть на то что как бы не теряется рисунок не теряется это форма дерево то есть мы не смываемого то есть я на собой на натуру всегда на ввожу также тушь если у меня есть возможность сделать тушевый рисуночек если это не какой-то быстрый этюд я сделаю его всегда и дальше я пойду с подмалевка я буду раскрывать какие-то подмалевочные кусками эту работу вот чтобы потом уже начать с прописи дерево сосна дерево достаточно теплая достаточно плотная поэтому мне нужно смешать себе достаточно такой теплый плотный свет то есть плюс состояние но уже ближе чуть-чуть к вечеру поэтому свет у меня будет достаточно плотно темный масло идет на высветление поэтому я мешаю своей любимой коричневой с зеленым получаю оттенок для более плотный оттенок для зелени и ориентируясь на свои контуры в этом дереве я заполняю сразу же этот силуэт дерева в цветах заполняю теплыми заполняю достаточно плотно теплыми оттенками опять же очень просто ориентироваться на обрез контура обрез силуэт а мы его наметили и он не теряется за поверхностью уже мы мы не смыли он не теряется за поверхностью прокладки я даже немножечко его вижу то есть немножко он начинает быть видным то есть где у меня проходят цветовые части я сразу же проложу их и первая прокладка подмалевочная прокладка под масло идет принципом акварели не зря нас всех мучает акварели в начальных классах школы а потом мы просто не понимаем что с этим делать а здесь просто все очень логично и понятно мы идем по принципу акварели то есть мы должны сначала проложить все светлые а потом уже проложить все темные темные в жидком слое масло легко лягут на любой поверхность и плюс к тому темные краски они работают или в разбили или работают у нас в прозрачном виде то есть темные краски лежа на палитре когда они лежат на палитре они иногда выглядят абсолютно одноцветными поэтому нам надо обезопасив себя от вот этой глухости в работе понимать что темная краска она всегда будет выглядеть на работе в густом виде глухой поэтому мы их и протираем вот на этом этапе дерево имеет растяжку вниз сосна немножечко холоднее поэтому я сразу же делаю холодную прокладку холодное прокрытие себе немножечко и пока отпущу этот кусок сделаю более желтовато зеленоватую траву и деревьеву подожду пока высохнет а потом пройду с тенями то есть чуть-чуть сразу же провожу оттеночек про под траву и где-то могу вокруг дорожки это очень интересная история если посмотреть себе на дорожки в начале лета у нас видно что в начале лета по дорожке ездят ходят травка зелененькая она притаптывается немножко и вокруг дорожки в начале лета всегда более бурая трава эта трава вокруг сама более зеленая а концу лета травка у нас немножечко сама жухнет буре это вот вокруг дорожки то продолжают ходить и в этап того я снова эту траву снова и снова снова и снова у нас получается то что дорожка концу лета и осенью вокруг дорожки появляется вот то что я наметил более желтоватый зеленоватый кусок это вот пишите сентябрь осень если пишем из головы это надо учитывать то есть такие вот тонкости иначе будет происходить некий такой обман собственно зрителя и некая нелогичность то есть тот же самый Иван Иванович Шишкин он знал изучал все травы когда они цветут то есть я считаю что вообще как бы любой пейзажист должен от этого не отходить вот то есть вот мы прокрываем сейчас цвета сразу же холодный такой немножечко холодный зеленоватый кустик вот здесь у нас может появиться так выглядит немножко из-за уголка я делаю некий микс между своим старым этюдом и фото которое я держу себе для того чтобы ориентироваться то есть собственно у меня нет проблем вообще писать что с фотографии что с натуры потому что когда ты изучаешь это все на натуре ты потом свой банк памяти складываешь где-то в голове он складывается и ты можешь получать себе абсолютно легко из памяти выдергивая вот эти куски получать себе какие-то похожие образы похожи деревья просто вспоминая как это было сразу же чуть более темную зелень делаю на заднем плане эти ни одной тени еще нет то есть чуть позеленее можно посвежее сделать деревья всегда темнее чем трава немножко на иногда на тон и надо на полтона но они у нас темнее получается и такой более рыжеватый лес дальнего плана можно замкнуть то сделав его туда более буро-рыжим то есть я по сути сейчас пролил те самые полутона и света которые у меня будут потом основы для наполнения теневых еще не сделал одну вещь это дорожку вот здесь идущую такой чуть они в краснинку при вечернем освещении всегда оказывается то есть дорожка сама по себе будет чуть-чуть в красноту эти и сейчас я начну наполнять работа тенями в подмалевки а потом раскрывать вести ее дальше то есть зачастую приезжая немножечко раньше на натуру я могу просто сделать какие-то вещи без соответственно без натуры то есть ориентируясь на чистую свою интуицию как это будет впоследствии а потом уже в прописи я просто поправляю когда у меня приходит пиковое состояние я просто поправляю то что мне нужно чем теплее свет тем холоднее у нас получаются тени то есть тени в сосне при таком при таком освещении до при таком достаточно теплым свете появится холодной то есть некий закон противоположности у нас срабатывает на то есть я сразу же завожу себе достаточно холодные и плотные тени работая первые слои работаю всегда щетиной щетина у меня продирает как бы поверхность максимально глубоко место я еще даже пройду сейчас немножечко мастихином вот то есть подсниму лишнее чтобы мне было комфортно работать то есть вот собственно метод такой акварельной закладки со светлых на темные да то есть проливочных кусков сейчас действует да то есть вот какие-то большие пятна еще себе проливаю достигая уже какого-то соответствия с натурой то есть пролила сейчас теневые места трава всегда холодней тень будет на траве и светлей потому что туда попадает больше рефлекс от неба вот и от куста здесь пойдет у нас тень достаточно холодно и на самом кустике будет то есть трава всегда цепляет большее количество рефлекса от неба и собственно оказывается чуть-чуть холоднее и также холодные тени проложу себе на дальнем плане где у меня пошли куски березок здесь вот такие они между ними появятся такие теневые удары здесь какая-то березку можно одну такую пригвоздить вот и закрою так называемый вход переднего плана то есть я закрою передний план тени чтобы визуально зритель сразу же перешел на второй план то есть мне не нужен сейчас его внимание здесь на первом плане тот самый пропуск плана вы можете увидеть часто в работах больших мастеров то есть что что некий кусок первого плана он не сделан или не проделан или в нем нет каких-то контрастов чтобы зритель скользнул сквозь первый план на работу и пошел дальше то есть вот этот кусок первого плана зачастую он и не делается внимательно тут тоже какие-то могут пойти тени ну собственно вот для проливки для прокладки сейчас в зелени достаточно сейчас проложу теневые части на елоде на сосне и начну двигаться уже в пропись то есть чтобы за два часа такой этюд у меня написано моя техника как моя техника я изучал это все на работах стариков это не моя техника не мной изобретенная это просто все раскапывал по дневникам по собственным по воспоминаниям перед движников по дневникам перепискам шишкина то есть это все удивительно что все это оказывается написано просто не переиздается не транслируется и не изучается да то есть есть определенная система послойная которая частяков называл толстая на тонкая тонкая на толстые их же учитель то есть первый слой он всегда тонкий он диффузирует в холст происходит адгезия сцепления проникновения прошу прощения а уже дальше если слой высох происходит адгезия сцепления слоя со слоем и проложу теневые части на стволе то есть серединочки они могут появиться фиолетоватые на красном соответственно тень появится и появится она фиолетовый в том числе вот здесь тоже пойдет вот этот фиолетовый кусочек а чем выше мы поднимаемся по стволу сына еду потоньше кисточку тем сам ствол теплеет и верхние ветки если вы увидите на то есть это на натуре вы увидите что у сосны верхние ветки зачастую какие-то еще ветки даже нижние они такие становятся прямо сиенистые то сиена такая начинает в них проглядывать поэтому где-то вот немножко верхнюю веточку под заведу вот чуть-чуть сиенкой на чем собственно сейчас и остановлюсь и начну раскрывать себя небо вот то есть чуть-чуть единственно почти еще излишки краски чтобы у меня дерево не мешало мне при написании сейчас небо ну сюда еще чуть проведу какой-то оттенок тени возьму мастихин мастихины все время выбираю не должны быть очень гибкими чтобы я мог положить параллельно на плоскости холста и не содрать а именно снять излишек вот то есть там где мне не нужен этот слой я его вижу я его немножечко подснимаю да то есть его просто убираю излишек вот так вот легко прямо скользя по поверхности просто снимаю излишний слой краски теперь вычищаю обязательно палитру на это нужно некое там минуту-две времени всегда это тяжело и не хочется но не должны попадать те самые паразитные оттенки чтобы когда еще буду прописывать небо у меня краска земли не попала в краски неба то есть это обязательное условие очень хорошо когда палитра есть с раскрывающейся отдельной частью на ней можно мешать небо не можно делать отдельный замес под небо у меня палитра не такая большая сейчас вот и поэтому я просто вычищаю дело чистый кусок и уже меняя кисти на другие я меня кисть на мягкую синтетику и начинаю раскрывать себе небо с верхней части верхней части неба уже кисть мягкая я люблю мягкие кисти но это лично мои приоритеты да то есть якобы не настаиваю на том чтобы на том чтобы работать именно только мягкими кистями но мягкие кисти мне дают возможность пластично втягивать мазок и наслаивать его как бы делая его делаю его поверхностно наслаиваем чтобы он не сдирал предыдущий слой на той чтобы он не сдирал предыдущий слой в небе вот то есть вот я раскрываю верхнюю часть неба останавливаясь около дерева то есть мазок финиширует около дерева так как будет полноценно 8 слоев пусть и быстрое но они должны быть сделаны да то есть поэтому я сейчас раскрыл верхушечку неба более холодным тоном растяжка по небу по небу всегда из холодного в теплое только в двух случаях она действует наоборот это сумерки и туман в остальных случаях растяжка идет вниз на идет она сначала в такой нейтральники немножечко тон к вечеру он так зеленеет слегка поэтому мы можем чуть-чуть подзеленить причем вот эти зоны я пока не смешиваю их оставляю пока нетронутыми смешаю я их в последствии вот подходя уже сюда я обхожу себе места где у меня будет облачка да то есть вот вторая зона у меня начинает становиться видимой и нижняя поверхность нижняя часть неба она будет уже уходить в теплоту у меня там будут легкие облачка поэтому горизонту совсем я сделаю ее немножко похолоднее небо и красиво на его фоне загорится у нас собственно еще и кусок облака и кусок леса то есть появились такие три полоски беру то же самое вот кисточку просто ее вытираю вытираю и и мешаю смешиваю вот эти зоны я их просто перемешиваю друг с другом на то есть даже если чуть-чуть тепленького заберется совсем наверх страшного здесь ничего не будет наоборот хорошо небо замиксуется вот этими зонами то есть она станет таким более живописным естественным то есть вот эти зоны замиксуется можно даже взять себе немножко верной кисточкой и где-то чуть-чуть смягчить вот этот переход такая верная кисть у меня хорошая дорогая она более наполнена чем дешевый китайские и соответственно смягчив переход как я говорил я сделаю нижнюю часть более холодненький сюда чуть-чуть такой филе то визну пойдет у нас облачка вот и на его фоне выйдет такой более интересный более горячий дальний план поэтому можно сейчас используя фиолетоватые тона фиолетовато синеватые пальчик это тоже рабочая поверхность мы можем завести где-то здесь небо заметьте в дерево я пока не входил сейчас будет полноценный вход в это дерево но сначала я закончу небо небо уникально каждый раз то есть небо пишется в один пароход небо нельзя оставлять и писать его в два в три слоя это даст вам пятно на небе если вы будете входить в небо два-три раза в гладкое поэтому и небо не бывает собственно одинаковым каждый день поэтому придя на мотив вы должны понимать что это как бы у нас не только низ но и небо и вот вам понравилось именно такое небо какое вы видите сегодня поэтому я всегда придя на первый сеанс сделаю себе небо окончательно и бесповоротно плюс это всегда у нас такая история самой световой доминанты то есть небо у нас является световой доминанты очень редко что-то в земле появляется светлее чем небо вот поэтому мне как раз это и нужно и выгодно написать и небо как стартовый такой вот кусочек вот какие-то розоватые слегка облачка у нас пойдут там на нижнем плане и можно завести одно-два облачка высветлить их как раз сделать посветлее небо должно быть таким глубоким прозрачным не надо его синить вообще синего цвета в природе очень мало я пытаюсь это все время транслировать и здесь на прямых эфирах и научных онлайн занятиях свои что синего цвета природе в натуральном виде его практически не существует несколько птичек несколько бабочек пару минералов цветочки все мы закончили то есть синий цвет на этом как отсвеченность предмета он заканчивается да то есть все остальное это уже не является синим то есть небо у нас вообще не синяя но черная через призму воздушную такую а через призму воздуха вода это зеркало небо поэтому у нас не должно быть агрессивно синего цвета наш глаз к нему не привык в природе вот такие какие-то мягкие облачка потом может быть еще прикоснуть а сейчас мне надо войти в дерево как говорил юрий петрович кугач деревом небо в небом дерево деревом в небо то сейчас я должен зайти в дерево тоном небо на тон на полтора темней то есть я сейчас начинаю кистью заходить в дерево более плотным тоном небо ориентируясь на зоны что до нейтральное теплое или холодное но мой тон захода сейчас становится чуть чуть темней и чуть-чуть где-то он холоднее потому что на него влияет вот эти мелкие веточки сосны холодные и поэтому я завожу тон небо сюда чуть чуть темней но подкладка которая у меня была она используется и поэтому она частично остается это мне очень выгодно то что подкладочка остается внизу не тронутой и мне не надо заботиться о том что я не закрыл холст то есть система этих подкладок это вообще очень долгий такой разговор на той система подкладочек под дерево то есть и сейчас я должен завести вот эти основные выходы небо в дерево и начну писать из дальнего плана двигаясь на первый план по своей работе то есть где-то час мне надо закончить будет сейчас за час дальний кусок дальние деревья и частично приступить уже к дереву чтобы второй час я употреблял на портрет самого дерева и на первый план то есть получается что сейчас я написал то уникальное что у нас никогда уже такое как сегодня у вас не будет то есть это небо но всегда разные но каждый день разные невозможно в один одно и тот же мотив один и тот же мотив поймать два раза чтобы было одинаковое небо но всегда немножечко другой всегда можно точно так же как мы пишем собственно внутри дерево мы немножко можем подъесть его и снаружи чтобы у нас происходило и вписывание сразу же контурно силуэтного момента также более темным тоном я не рассказываю сейчас свои замесы потому что это все таки не является уроком это просто мое желание пообщаться с вами через кисть через холст а не только через слова в постах да то есть потому что каждый из этих замесов содержит свою логику смешение родственных и противоположных цветов основа цветового круга здесь влияет на это все первичные и вторичные цвета и влияет очень много всяких качеств цвета и краски тоже в том числе есть краски укрывистые то есть надо понимать и знать свойства красок их составы то есть здесь очень много всяких нюансов то есть сейчас мы говорю именно о вот таком моменте как вот именно писание этими слоями и теперь я начну писать с дальнего плана то есть с того самого дальнего плана леса который у меня уходит в глубину вот то есть вот там в глубину пойду я сначала если я не проложил или забыл или просто в в движении по холсту не проложил где-то там какие-то отдельные теневые места вот а чем более вечернее состояние тем холоднее я уже это говорил и там могут прямо вот синеватые такие густые синеватые тени появится и теперь если до этого я практически не употреблял белил замеси да то есть я стараюсь минимум вводить белых красок в цвет пока когда я пишу зелень то есть теперь я могу абсолютно спокойно уже вводить вот эти белила и высветляя и закрывая этот тон зелени сзади и убирая излишки на допустим теневых мест то есть туда можно и какой-то даже такую-то оранжевинку слегка ввести то есть я иду все я буду идти всегда с дальнего плана на ближний то есть движение по холсту всегда будет идти с дальнего плана на ближний план то есть вот какой-то лесочек там проложился точно так же я поступлю и с планом деревьев вот здесь то есть первое что я сделаю я просмотрю не забыл ли я тени основная часть теней у нас существует от подкладки и нам это выгодно на то есть что у нас основная часть теней существует от подкладки чтобы тени были такие достаточно прозрачные а дальше уже начну раскрывать себе деревья то есть сначала полутоном потом просто проложу тени а потом света то есть начинаю уже работать по качеству каждого куска да то есть по качеству каждого цвета и света то есть действуя заднего плана на первый план чтобы было к чему двигаться можно сразу же проложить себе до более светлую такой какой-то полянку там она может поймать чуть-чуть более холодный оттенок так заблестеть поэтому где-то чуть-чуть холодноватый оттенок он может просуществовать но камера конечно немножко цвет взбадривает но ничего тут уже не сделаешь то есть в натуре цвет более благородный всегда чем показывают его наши девайсы то есть и возвращаясь к заднему плану то есть возвращаясь к заднему плану начинают до раскрывать уже какие-то деревья так как это небольшой такой березовый лесок там нато собственно цвета там более рыжева то зеленоватые не такие как у сосны более глухие более такие более интересные более светлые раскрыл чуть-чуть сделал обязательно положу столики и закрою их светлыми уже более светлыми кусками стволы стараюсь класть в направлении роста то есть вот растет дерево я так и положу себе ствол на этом дереве на то есть вот светлые какие-то стволики могут быть и сразу же вот да то есть у нас здесь есть еще одна березка которая которая тоже мог может поучаствовать сразу же вот в этом цветовом цветовом плане иногда даже вот так хорошо можно просто взять и тоненькой кисточкой немножко проложить по поверхности даже прокорябать это часто видно и пользовались этим многие пейзажисты у верещагина много раз видел а уж а левитана шискин это постоянная постоянная такая вот история вот и теперь чтобы мне уже выйти и остановить этот план теперь я проложу уже более яркие более светлые куски на закрывая эти стволы то есть стволы у меня оказывается в глубине за световой частью то есть то самое закрытие идет по стволам уже мы их прячем немножечко то есть и уводим туда за за светлыми мазочками которые у нас скроют их внутрь вглубь тут уже можно особенно не делать где-то могут чуть-чуть какие-то парочку рыженьких стволиков сосен на дальнем плане так блеснуть и теперь я буду двигаться на первый план да то есть я буду направляться сюда к нам двигаясь как бы по планам моя работа у меня есть трава то есть она вот здесь за деревом окажется и тень и я сначала проложу эту травку и тень да то есть план дальний вот поэтому частично здесь мазок миксуется горизонтальный и чуть-чуть вертикальный вот но горизонтальный здесь включается полноценно потому что мы уже не так много видим травы то есть у нас оказывается она больше спрятанной за ее планы за ее большие массы то есть сами отдельные травинки мы не видим поэтому мы можем сочетать горизонтальный мазок с вертикальным мазком мы их можем посочетать здесь где-то тень немножечко так в живописном моменте смахнул за деревом ну можно ты немножечко вернуть что у нас там пошло за деревом тоже какая-то теневая часть и и вот эту травку уже теневую на первом плане я могу полноценно под деревом уже прокладывать вертикально потому что мы ее видим да то есть вот она уже будет вертикальном исполнении чуть-чуть сюда можем ей забраться вот и точно под самим деревом я ее сделаю сделаю вот в вертикальном направлении вот где-то небольшие теневые части травы могут быть и здесь и мы дошли до самого дерева то есть которым собственно я и буду заниматься больше потом я немножко еще вернусь к траве то есть я немножечко ее по работаю над ней еще потом я качусь я двигаюсь от заднего плана вперед к ближнему к переднему плану я действую по поверхности работ если мы сейчас представим что находится на дальнем плане этой сосны да то есть если мы поймем что у нас происходит самой сосной мы поймем что дальний план это план теневой это план теневых как бы теневой хвои поэтому с теневой хвои я ее и начну раскрывать как бы дальше то есть закладывает теневую хвою по поверхности чуть-чуть-чуть жидковатой но в общем то она поддается очень хорошо потому что часть осталась подкладочная и здесь такого гипер слоя у нас нет сосна раскрывается как набор вееров то есть это такие маленькие вера то есть каждая ветка стремится наверх вот то есть делается такой вот как маленький веер и поэтому кисть у меня специальные кисти которые зачастую делаю сам для таких вещей как писание деревьев шишкин точно вытачивал кисти это было его воспоминаниях я поэтому и тоже по его методике делаю себе специальные кисточки которые сами по себе прямо сразу же кладут вот эту хвою делаю ее уже готовой то есть и мне не надо мучиться с моей поверхностью то есть делаю мелкой кистью отдельные хвоинки да то есть у меня эти хвоинки возникают сами по себе вот где у меня собирается в большую массу хвою я кладу ее в большой массе в большой поверхности где одинокие такие микро тени я их закрываю одинокими тенями вот здесь такая темненькая достаточно веточка может пойти и большая ветка спускается вниз на ней тоже появляется тень конечно камера контрастит все таки надо на это дело всегда скидку то есть вот дальний план то есть я решаю дальний план и решаю его с минимальной пока фактуры то есть не включая в полный вид фактуру вот то есть фактура самая основная выйдет у нас на первый план чтобы визуально как барельеф эта поверхность смотрелась у нас наполненная краской красочная поверхность она будет выходить сюда как барельефная часть сразу видно что можно чуть-чуть поднять еще тень за сосной да то есть можно ее то есть сразу же поднимать обязательно сейчас отложу эту кисть и начну делать следующем то что у нас стоит перед перед нашим дальним планом перед планом наших сейчас найду кисточку на кисти много иногда требуется некое время на поиск всегда успеваю так подготовить их ну ну как по вот и следующий важный момент для меня это ствол который уже можно потихонечку начинать высветлять то есть ствол начинает сразу же больше гореть но я не прикасаюсь к краю ствола я высветляю его серединку на то есть и я делаю эту серединку более яркой то есть это цилиндр у цилиндра 2 полутона вот и поэтому я совершенно спокойно могу себе начать высветлять ствол по середине то есть работая работая как бы по средней части ствола не касаясь его окончания не касаясь его боковых частей то есть чтобы ствол у меня стал объемный также делаю высветление себе внизу ну вот чуть-чуть так пересветлилась бывает так кисть заберет немного больше белил чем нужно но тому вернуть назад нужно это как бы приходится то есть ствол загорается тени я не трогаю тени остаются прозрачными тени остаются максимально ярко прозрачными и обязательное условие да то есть обязательное условие это взять и проложить вот рисунок этих веток которые ушли в том числе туда в глубину чем пола прокладывая их по теневым местам абсолютно логично что ветки становится ближе к нам они уходят на первый план а хвоя дальние появляется там в глубине то есть мы раскладываем дерево по слоям то есть мы раскладываем дерево по его слоям видением то есть и вот и собственно сейчас я немножко увеличу себе сам референс на то есть и вот какие то какие то вещи теневые да то есть я начинаю рисовать уже стволами выходить сюда на первый план рисовать стволы вот чтобы потом прикрыть их уже ветками первого плана то есть введение заднего плана на ближний план это видно во всех работах стариков моего любимого монстеда шишкина да то есть они действовали вот таким методом да они вели работу действуют по планам да то есть и каждый из этих планов он является также стадии то есть вы можете в любой момент прекратить и прийти в следующий сеанс и начинать с правильной стадии то есть не то что вы каждый раз пишите себе новую работу вы можете эту стадию начать вот с следующий сеанс следующий сеанс следующий сеанс как он может быть сеанс на пока у нас есть возможность еще обязательно добавлю дальнюю хвою то есть пока я еще там в глубине на то есть я еще буду добавлять мне еще можно добавить заднюю хвою когда я начну прикрывать ее передними ветками ближними ветками все уже будет поздно то есть туда уже не влезешь да то есть я вот могу сейчас еще прокрыть себе дальнюю хвою сделав себе вот этот красивый дальний план красочка подсвязывается хорошо так я пишу на лаки с разбавителем оперируя нужным количеством лака я под связываю себе эту краску так чтобы она у меня слушалась и было абсолютно комфортно для описания то есть я не использую масло масло в жидкости в окраске у нас и так много вот то есть и так все течет то есть фактурную работу сейчас пойди попробуй набери такое как допустим советское время когда краска была обезмасленная и художники пользовались льняным маслом именно как связующим потому что краска была очень густая обезмасленная а сейчас это все вот на зубную пасту похоже больше поэтому я не пользуюсь маслом пользуюсь лаками лайки как раз мне дают то самое хорошее ощущение самой светлой в стволе я еще не прокладывал потому что это будет тогда когда я найду группы первого плана первого плановой хвой и уже в дырочках я проложу вот эти части вот видите я сейчас могу вести и светлые в том числе веточки да то есть я как раз этим сейчас и занимаюсь то есть светлые ветки там где у меня свет до них добрался вот абсолютно легко вводятся по поверхности дерева вот причем внизу они такие более розоватенькие показываются а наверху более сиенистые то есть вот дерево начинает сразу становиться более портретным я люблю писать эту сосну она стоит у меня на даче очень недалеко от дома вот такая вот одинокая красавица и собственно я люблю в разные состояния ходить писать это дерево ну как бы мы с ним уже такие друзья мы давно познакомились то есть вот какие то видите прошел час в принципе на работе сделано уже достаточно много то есть если учитывать натурное писание а я специально больше двух часов не делаю прямые эфиры именно ориентируясь на то как бы я писал с натуры то есть два часа такое состояние это крайнее время для него для того чтобы да то есть себе сказать что это можно что-то осуществить то есть два часа это хорошее время для натурного сюжета вот-вот где-то тут еще какие-то веточки я все заполнил и чтобы завершить это дерево я начну двигаться уже в наполнение этого дерева более светлой хвои первого плана на то есть сначала возьму кисть большую намешаю себе какой-то замес а потом уже вот свои специальные выточенные кисточки вот то есть я возьму и буду уже вот это дерево уже закрывать сверху ими работать то есть вот я возьму сейчас это вот кисть и стараясь закрывать да то есть это дерево поверх двигаясь вот поверх вот этой части мои уже темный хвои немножко надо подобрать поточнее оттенок вот я начну закрывать сейчас дерево в том числе то есть я начну закрывать уводя стволы и все остальное на глубокий дальний план то есть я двигаюсь вперед теперь немножко референс уменьшу и в том числе я захожу этими светленькими светлые хвои захожу себе и на небо в том числе у нас еще будет два прохода по дереву потому что мы сделали пока не восемь мы сделали контур подмалевок подкладку выход дерево на небо небом в дерево два тона у нас ушли в дерево сейчас но у нас еще будет ни один проход по дерево по лесу зеленит камера все-таки более благородный цвет такой бороться с современными девайсами в цветопередаче это отдельный вопрос на то есть но есть потому что ни одна камера сейчас не показывает такой прям идеальную цветопередачу вот я начинаю заводить хвою это можно даже чуть пальчиком смягчить смазать себе это деревце вот то есть я прикрываю уже этой хвои прикрываю этой хвоей сейчас немножко другую кисть возьму то есть немножко более упругую хочется кисточку у меня обычно в работе где-то ну не знаю собой обычно она начала больше пружинить здесь уже колонок отказался так быть очень пружинистым я взял среднюю по по тону синтетику да то есть и вот ей как раз и и вот тут максимально можно жирненький слойчик включать себе вот эту историю хвой и вот тут максимально абсолютно логично что это как барельеф возникает да то есть это барельефное уже писание то есть чем ближе тем жирнее можно употреблять себе эту краску то есть чем ближе тем более жирненький цвет этот слой вернее может пойти да то есть и вы можете абсолютно спокойно на первом плане уже делать ее фактурно если посмотреть вот рост шишкина как она у него написано сосна на задний план ну практически остался от подкладки подмалевка первый план хвой заведено очень фактурно очень прям вот таким слоем очень большим то есть вот она начинает уходить туда задний план этот вот и мы можем абсолютно легко прятать и какие-то ветки то есть и том числе мы до решаем силуэт наружный на то есть мы можем его также немножко доделывать красочка очень предсказуемо вписывается в небо вот одновременно с этим одновременно с этим можно себе и где-то какие-то отдельные входы еще небо в дерево сделать то есть мы решаем доходя до наружного силуэта мы можем еще его до доделать до до разноображивать да вот эту вот всю историю силуэтности потому что дальше начнутся более яркие тона в стволе и мы уйдем на первый план уже с прописью травы то есть где-то если где-то хочется чуть-чуть добавить прорывов силуэтов это можно сделать вот сейчас на этом этапе не боясь вот то есть вот собственно час это ну хороший такой нормальный ритм чтобы вот часть работы уже так активно причем главная часть работы прописалась потому что надо понимать что натура не даст больше то есть она убежит и все то есть и все и никаких уже закатов может и не случится вот или придется откладывать холст на несколько несколько лет недель все зависит от того вернетесь в это место или нет так что маленькие тюды это всегда вот такой вот некий выплеск единоразовый надо всегда рассчитывать время вот то есть еще чуть-чуть добавлю света в в хвою да то есть и обязательно надо будет дать тот самый верхний цветок который идет на деревьях то есть деревья очень сильно рефлексирует от неба да то есть они берут от него очень много рефлексной части в верхние верхнем его диапазоне хвоя тем более она чуть-чуть поблескивает и поэтому это нам и смягчит силуэт к верхней части неба и сделает дерево объем как раз чтобы не застревать мы это и сделаем то есть добавляя сюда такие фиолетоватые краски неба я на кончиках обращенных к небу я сделаю рефлекс рефлекс это верхний свет вот нам творческих мистерских братья ткачева не уговорили у кугача у юрия петровича была фраза скрытый блик это тоже самое то есть это обращенные к небу куски которые содержат скрытый блики от неба поэтому обязательно вот этот скрытый блик он существует в любом дереве причем чем более блестящее дерево ну те же самые и вы или ветла вот они содержат этот скрытый блик колоссально то есть они просто блестят сверху дуб очень сильно блестит на то есть он вот поблескивает вот этой верхней частью то есть вот подходя и что нам еще это сделает это нам дополнительно спишет контур силуэт дерева то есть он еще больше заворачивается то есть он и так у нас появился трехслойный дальний план средний план это ствол и ближний план то есть у нас появляется три плана этого дерева то есть а здесь у нас уже появляется еще больше вот этот верхний объем и в самых ярких частях в самых как бы светлых самых ярких я чуть-чуть еще пробью яркий оранжевый стволик то есть вот здесь где-то он может быть и может уже загореться мы знаем где его можно делать чтобы он не не был яркий под кроной что нелогично это тоже самое что происходит у нас нашим нашим нашими проемами дерево да то есть они темнее потому что на той даже в книге это написано искусство цвета да то есть вот зона окруженная темным будет смотреться всегда светлее визуально вот поэтому мы должны ее немножечко скомпенсировать то есть вот какие-то светлые оттеночки здесь еще пойдут в том числе можно чуть-чуть и вновь не спуститься вот то есть вот по стволу и теперь я буду раскрывать траву потом может быть чуть-чуть вернусь еще в дерево да то сейчас мне вот как раз устраивает его за час сделано и наполнение уже приходя домой после этюдов смотря как повел себя этюд в собственном домашнем освещении а мы всегда будем немножечко удивляться что этюды меняются потому что мы всегда находимся в зоне пересвета да то есть на данном на натуре мы всегда немножечко темним или светлым то есть днем мы всегда темним вечером мы всегда светлым на натуре то есть здесь с этим надо смириться и или это просчитывать себе в процессе живописи ну или немножечко можно доделывать что-то уже без натуры дома вот и теперь уходя вниз да то есть уходя в нижнюю часть я буду раскрывать светлить траву доходить до дорожки а потом уже в конце налаживать да вот 45 минут наладить потом уже всю эту поверхность до моей работы как настроить то есть этот инструмент да то есть трава внизу появляется она уже более длинная она собирается у нас в определенные группки такие они похожи на конусы то есть она клоняться одна к другой поэтому мы уже конусные эти вещи себе выстраиваем то есть это не заборчика это ну так назовем их формально это кочки то есть это кочечки которые которые у нас на которых растет наша травка то есть я начинаю как бы выращивать закрывая и тень которую мы здесь получили да то есть я закрываю этой травой чуть-чуть наши куски дальнего плана можно и закрыть вот эту тень то есть мы можем абсолютно легко где-то по закрывать и тут не бояться какого-то такого вот мазка более непосредственного потому что он даст нам именно живость в этой траве вводит конечно камера в такую зелень чего это уже в посте будет видно сколько другой цвет тоже миримся с этим то есть вот получается что мы начинаем раскрывать наши травки да то есть сюда вот сейчас пропишу дорожку и потом еще и и под закрою травой то есть я начинаю выходить на первый план вот обязательно какие-то тени можно в траве чуть-чуть пустить тем самым методом густого по густому да она начинает как бы положиться только на кончике и жидкое по густому есть густое по густому то есть есть масса технических таких секретов которые передавались пейзажистами раньше от одного к другому не даром многие технические вещи видны и у шишкина и у его ученика васильева и у шильдера у его ученика и у ефима волкова то есть и у киселева то есть шишкинские ученики получали какие-то знания от своего учителя не только о тонах и цветах но и о систематике написания то есть вот тут такая вот веточка чуть-чуть с хвоей можно немножко чуть-чуть с хвоиночками такими и дать деревце так выглянуло холодненьким пусть она здесь у нас тоже будет можно также закрывать уже этим деревом закрывать чуть-чуть задний план то есть опять я иду с заднего плана на ближний то есть я сначала прописываю задний план а потом уже буду выходить на на ближний план тут не особенно передробить только это дерево так как она сбоку и не требует от нас такого гигантского внимания чтобы у нас какой-то кусок сбоку в работе не перетянул на себя внимание вот сейчас возьму плоскую кисть уже то есть я постоянно меняю плоские круглые кисти пропишу высветлю дорожку посередине впишу ее в края и начну ее закрывать чтобы вот она уже у меня легла внутри травки заднего плана вот то есть дорожки ходят по ней ходят где-то больше посередине вот то есть поэтому светлее она будет к центру ближе то есть не по краю а посередине и сейчас еще пока мы не до конца прикрыли и я могу и немножко туда пропустить на то есть я могу немножко пропустить эту дорогу под травой поэтому поэтому вот здесь немножечко я могу и сделать сделать по серединке светлей маленькие какие-то травинки сделаю по краю ходят в этап то вот эту траву и она так растет маленькими клочочками маленькими и заодно еще и впишу край этой дорожки сюда в одно в другое то есть не надо приклеивать эти дороги самом деле это отдельная песня если я мне надо вписать в какую-то картину дорожку или тропинку я всегда пойду постараюсь ее написать с натуры вот потому что придумать вот эти изгибы это очень сложно всегда это очень так иногда бывает даже невозможно чтобы она стала естественным вот для этого иногда не хватает памяти художнической вот то есть и происходит вот это вот неестественность некого процесса вписывания вот и вот какие-то травинки еще сделаю вот здесь да то есть зайду на эти тени и начну прикрывать эту дорогу уже где-то полноценно вот то есть вот сюда выйдут большие травинки но тогда просто спрячется где-то останется внизу под под поверхностью травки травки вот такая вот нетронутая и сюда на дерево я могу двигаться травой то есть я двигаюсь все равно сюда вот на первый план получается на первый план к нам вперед и закрывать надо не только первоплановую траву но и вот эти кончики травы которые у нас теневые зашли я их также заброшу чтобы уже вот некая степень сделанность вот час двадцать я считаю да вот нормальный ритм идет пленерный такой час двадцать на такой этюд уже состояние то начнет потихоньку меняться но еще можно себе что-то написать вот два часа тут уже может измениться здорово какая-то вещь вот поэтому учиться писать быстро для пленерного живописца это практически необходимость жизненная иначе он будет все эти состояния пропускать вот то есть вот какие то здесь могут еще пойти вот такие части травы то есть они могут здесь заработать более первым более ярким планом еще дам какое-то небольшое но разнотравие по ним и потом верну сюда поставлю там у меня диск луны есть но почему нет поставлю его пусть у меня будет немножечко повтор как в работе да то есть я на самом деле когда писал с натуры этот этюд то диск луны он просто пришел со временем ну я посмотрел у него и подумал что будет будет хорошо чтобы он туда встал в работу и оказалось что он к ней хорошо и подошел вот то есть поэтому даже вот в таком повторе по этому референсу не хочу отказываться от этой идеи пусть он здесь у нас тоже просуществует немножко вот здесь хочется отделить все-таки план где у нас березка да то есть какой то вот может быть желтоватый там план травы дам да то есть чтобы он мне немного оказался в глубине вот здесь отдельные вот травинки могут пойти и подкладка то есть то о чем я рад твой все время то что видно колоссальным образом у стариков насколько они просчитывали эти подкладочки насколько у них четкая система слоев была они решали большую свою часть работы не в прописи а в подмалевке то есть большая часть работы у них уже была сделана вот посмотреть на Воснецовского Ивана Царевича на сером волке да там весь низ практически он и сделан на уровне подмалевка подкладки да там есть пропись там есть какие-то активные такие места и даже фактурно и долго прописанные но низ работы он светится весь там просто сделан подмалевочный кусок очень-очень правильно очень-очень грамотно очень-очень точно все эти подкладки видны и у Левитана и у Шишкина и у Васильева и у Манстеда Васильев конечно больше забивал их на что жаловался всегда на Крамском что как мне нравится Ваша стройная система писания я все время перекрашиваю перемазываю у меня очень все темнеет то есть вот какие-то здесь кусочки вышли могу немножко дать небольших каких-то да то есть вот в разнотраве могут возникнуть какие-то небольшие части цветущей травы не переборщить этим главное да то есть ну где-то она у меня здесь существует да то есть такие где-то чуть-чуть не в ту краску залез желтоватые немножко цветочки вот то есть чтобы трава также заработала вот то есть вот где-то они могут пойти и теперь как бы когда некий проход по работе сделан я возвращаюсь к тому с чего начинал и в течение там 35 минут я прописываю куски то есть даже если у вас уже состояние ушло да то если ваше состояние ну немножечко уже не такое контуры предметов контуры вашей живописи живописи контрнатурных предметов они не потерялись то есть поэтому допустим дерево можно еще немножко детализировать отформировать да то есть добавить какого-то более интересного силуэта ему то есть уже вот эта детальность она происходит обычно может даже произойти уже без состояния то есть силуэт не по ее не поменялся вот как хотел я поставлю сюда себе какой-то такой вот небольшой диск моей луны сначала я ставлю его темней а потом как всегда в серединочку ставлю чуть-чуть светлей то есть как мы делали со стволами да то есть можно немножечко под ярчить под ярчить немножко облачко добавив даже ему где-то мелких каких-то деталей да то есть какие-то отдельные мелкие облачка уже пойдут то есть я уже занимаюсь детальностью обязательно смягчу сейчас переход дальнего плана в небо это обязательное условие да то есть сейчас где-то будут до вписываться касания то есть вписывание касания сейчас это тоже важная вещь чтобы сделать ее форму более законченной более интересной силуэт березки у меня светится здесь на дальнем плане то есть вот она у меня есть и я могу вот то есть уже даже если у меня ушло натурное такое активное состояние силуэт то сохранился цвет то уже взят да то есть и поэтому можно поработать еще вот таким моментом как рисунок оно одно другому не мешает вот то есть порисовать какими-то отдельными кусками да порисовать где-то травинками может быть даже чуть-чуть сделать такой более сделанный более детальный кусочек ветки который сюда выйдет ну вообще если я пишу такие вот натурные этюды я стараюсь на неком уровне такого первичного вот выплеска их делать и дома если я довожу то довожу только вот вопросы чисто рисовальные да то есть если цвет уже не попал то ну не попал то есть здесь уже править дома по цвету это почти что утопическая идея но если рисунок рисунок вполне себе поправляем да поправляем поправляем он дома тут естественный вопрос вы скажете а можно ли использовать фото если для поправки рисунка если для поправки рисовальных вещей это все цело то есть вот контурные обрез дерева учитывая конечно фото перспективу то есть то что любая камера даже самая дорогая и самая лучшая камера она все равно фото перспективу создаст то есть здесь это конечно надо но придя домой и взяв как бы уже контурно свой предмет можно вполне себе что-то в нем еще и поправить да то есть здесь уже работа идет по мелочам да то есть где-то мазочек там мазочек здесь обязательно поработаю еще силуэтом дерево да то есть где-то пробрать небом чем больше заходов одного в другое да то есть чем больше вы делаете вот этого соединения небом с деревом деревом неба с небом тем мягче будет у вас контурное вписывание да потому что единичный заход иногда дает такой плоский кусок а когда вы начинаете еще чуть-чуть прописывать да то есть вот постепенно входя формируя это дерево часть вы берете от старого мазка то есть вы как бы вплавляете одно в другое и получается что у вас дерево становится максимально вписанное это мы говорим о контурности да его тоже финишной такой детализации вот то есть дерево не о первом проходе первый он как раз достаточно может быть такой широкий и достаточно быстрый чтобы вы как раз не свое состояние не пропустили вот а когда она уже сделана вот эти вот мелочи которые происходят это уже детализация многие любят просто подсушить работу да и уже по сухому вводить какие-то уже куски да то есть обязательно можно еще поработать с веточками причем для веточек у меня специальные кисти с китая заказаны для нейлинга для живописи по ногтям они самые тонкие да то есть они прямо вот иголочкой кладут этот эту веточку можно также пользоваться такими инструментами как дотс это шарик на палочке такой вот он может давать совсем тончайшие прям ветки вот здесь важно вот не пропустить вот это тонкость то есть где-то то есть доделывание и в том числе каких-то отдельных частей в дереве оно может происходить это вот дорисовывание даже может и уже и состояние у вас может немножечко уже уйти совсем но контур веток сохранился да то есть контур дерево остался пока не тронутым даже так бывает что вот я пишу-пишу такой закат уже сумерки но я еще могу дорисовать свое дерево просто вот дорисовывая или раскрыл такое состояние да у меня солнце зашло ну вот я знаю что я не приеду сюда больше ну могу ли я без солнышка немножко чуть-чуть поработать с этим куском да вполне то есть без солнышка я могу заняться рисунком этого дерева то есть чем я собственно сейчас вот тоже занимаюсь это именно рисованием то есть это уже процесс такой больше на точность руки и на терпение да вот эти веточки где-то заводить сюда да заводить еще какие-то мелочи видите вот то что я вписывал еще вот в этом крае дерева оно еще больше и больше начинает входить в небо по контуру по силуэту да то есть это долгая штука долгая история но всегда влияющая положительно чуть если чувствуете что прорывы в дереве оказались слишком темные да то есть где-то можно взять и несколько прорывов сделать посветлее то есть там где дерево открылось все-таки да то есть там где оно открылось посильнее и проявились больше прогала их можно взять себе немного посветлить но так без фанатизма предсказуемо иначе можно уйти опять же в другую область вернусь к березкам то есть сейчас вот те самые 20 минут что я буду еще работать над этим таким маленьким демоэтюдом собственно я буду заниматься детализацией то есть мелочами как ни странно как ни странно вот приходя на натуру намного проще оставить детальность наконец когда ваш глаз уже устал он способен допустим вот заниматься рисунком но его получается внимание на цвет острота цвета уже потерялось то есть вы уже устали то есть ваш этюд уже цветово лучше как бы чем вы его сделали не будет потому что острое зрение ну примерно первые полтора часа да дальше уже дальше уже как бы зрение начинает активно терять по своей остроте вот то есть как я многим ученикам говорю что вы пришли 20 минут у вас вход в работу получается то есть вы входите вы еще приехали но вы еще не здесь то есть вы еще по дороге также и с этюдом наверное то есть вот вы приехали на этюд и какое-то время в него надо вписаться потом полтора часа это активного такого ясного видения а потом начинает идти регресс то есть зрение устает есть термин замыливается глаз и можно если на это время оставлять раскрытия каких-то кусков работе может произойти что-нибудь трагическое то есть можно работу просто испортить поэтому выполняем вот этот цветовой основной момент изначально а потом уже вот рисовать это скорее более более к внимательности нежели к энергии то есть вот дорисовывать эти какие-то цветочки дорисовывать какие-то листочки да то есть добивать эту травку это уже скорее вопрос действительно это уже скорее к терпению нежели вот к глазу глаз уже устал все глаз как правило к этому моменту то есть у человека привыкшего работать по многу каждый день конечно этот временной период другой он смещается он становится больше вот но все равно любой художник любой самый какой бы он ни был великолепный он все равно устает также и его глаз также устает и поэтому не надо об этом забывать вот видите уже такой глобальных каких-то вещей не делаю мой папа художник называет это поиском блох то есть это когда ты уже просто по работе стараешься довести добить какие-то вещи да то есть но не такие как мелкие блохи ты их уже глобально они они не влияют на работу еще раз вот как раз я говорил эту цифру восемь чтобы посчитать в своей работе получается первое это контурный рисунок это раз у нас получается контурное рисование это основной залог хорошей живописи писать без контурного рисунка это ну по моему мнению это просто сразу обрекать себя на на неудачи часто потому что если посмотреть как пиететно и точно выполнен контурный рисунок туши у шишкина у левитана у верещагина это удивительно насколько вот действительно он точный у верещагина просто отчерчено по линеечке иногда это все в работах то есть следующий проход если мы будем говорить о дереве это подкладка под дерево небом то есть подкладочка под дерево небом это два у нас получается потом заход световыми частями дерева в подмалевке световыми вернее полутоновыми и световыми в подмалевочное дерево на небо это три потом въедание небом в дерево это 4 потом теневая часть дерева это 5 ствол в осветлении его это 6 в осветлении у нас по стволу уже по переднему плану хвои это 7 и рефлекс от неба это 8 то есть вот они 8 частей прохода дерева у нас существует и от них никуда не денешься то есть тогда это появляется как такой хорошо налаженный механизм у нас такой правильно хорошо налаженный отлаженный я бы даже сказал механизм написания я всегда ратовал за систему своей педагогики даже когда там учил и учил голову рисовать без знания системы не построишь голову не срисуешь в пейзаже та же самая система существует по написанию она абсолютно своя но она такая же четкая и такая же незыблемая и ей учили раньше потом где-то это немножечко все потерялось вот уже как бы глобально ничего так особенно не делается вот я хотел писать два часа я буду писать два часа вот то есть чтобы четко вот работать ну может быть еще где-то добавлю травинок на первом плане то есть видите уже выплеск произошел да то есть его основной как бы момент работы это основной момент работа произошел в первый час полтора дальше уже это детальность это это как бы доделывание и он был сделан абсолютно вот я так пишу уже очень давно крайне давно даже сказал то есть для меня эта система абсолютно рабочая в любом мотиве то есть она освобождает меня от паники что я буду делать сейчас дальше потом через час и я могу рассчитывать себе сеансность ведения этой работы да то есть я могу узнать что я вот сегодня приду и сделаю вот то-то то-то и то-то да то есть а завтра я сделаю то-то то-то и то-то вот то есть я могу разделить себе работу на сеансы то есть грубо говоря каждый из этих слоев это все может быть отдельный сеанс с чем удобно эта вся система тем что каждый из восьми описанных слоев это отдельный сеанс может быть что вы пришли или на натуру ну восемь дней конечно ходить на такой пейзаж я бы не стал бы вот но вот вы ходите допустим с большой с большим холстом как писать его стадийно каждый раз переписывать себе заново то что вы написали в предыдущий раз ну технически вы окажетесь на самом дне потому что все это будет потом жухнуть отваливаться и будет у вас из свежей работы получаться жухнущая матовая потерявшая цвет поверхность а если вот каждый из сеансов вы будете проходить честно вот то есть делая межслойку то да то есть то у вас не будет такого потому что ну грубо говоря по подмалевочному стволу положить цвета это не переписать ствол заново ну вот пожалуй она уже практически завершена какие-то тут три пять минуточек еще поработаю вот и тогда буду потихонечку двигаться к концу постараюсь постараюсь не забыть сохранить этот эфир то есть все те техники о которых я сейчас говорил у меня есть в предыдущих прямых эфирах их делал уже штук пять или шесть по за время ведения мной инстаграма да и там те же самые методики они описываются то есть те же самые методики они также описаны итак ну час пятьдесят причем последние двадцать минут я считайте уже не писал а уже так доделывал довводил уже какие-то куски доделал конечно камера так хорошо поджелтила мне картиночку но еще раз повторяюсь это то что увы ах я не могу в ней изменить сама работа она так поблагородней по посложней вот но методика здесь я надеюсь была видна вот и я надеюсь что какие-то вопросы возможно которые у вас существовали относительно введения дерева как вставить ствол внутрь чтобы он был накрыт именно ближним плановым и дерево было многоплановое многослойное здесь немножечко разъяснились и мать и мать и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok